Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о 5 премиум танках, которые скорее всего достанутся игрокам бесплатно. Вся информация взята из официальных источников, проанализирована, но и сделаны выводы по поводу того, что эти танки с очень большой долей вероятностью появятся в игре абсолютно бесплатно. Некоторые из них даже уже подтверждены, что они появятся бесплатно, другие же все-таки являются не на 100% бесплатными, то есть нужно еще смотреть. Что я имею под словом бесплатно? Я имею ввиду марафоны или просто когда этот танчик тебе подарит за то, что ты просто там сыграешь один бой и ты зайдешь в игру. Некоторые из этих танков высокоуровневые, даже очень высокоуровневые, другие низкоуровневые. Ну а спонсор данного видео сайт woodkit.ru, на данном сайте ежедневно проводится розыгрыш 5000 золота, а из кейса можно урвать премтанк 8 уровня или горы золота. Кейсы от 100 рублей, ссылка на сайт в описании вместе с промокодом. Вот, кстати, победитель прошлого видео, который смог урвать голды. Спасибо ему за участие, ты абсолютно так же можешь заработать золото, достаточно подписаться на канал, поставить лайк и в комментарии указать ссылку на профиль вконтакте или игровой ник или почта от аккаунта. Итак, ребята, давайте же смотреть, что же разработчики такого интересного придумали. Начнем мы с того, что есть такой танк, как Т-103. Не все, в общем-то, его помнят, кто-то вообще о нем никогда не слышал, кто-то, может быть, слышал, кто-то уже забыл про него. Так вот, разработчики еще в 2018 году сказали на ВГ-фесте, что у них особые планы насчет этого танка. Какие-то коварные планы на День Танкиста. Это означает, что, скорее всего, будет какое-либо событие, где можно будет получить этот танк бесплатно. Ну, судите сами, коварные планы продавать этот танк, ну, как-то звучит не очень. Марафон, ну, немножечко как-то, ну, типично, не похоже на коварные планы, хотя, может быть, там какой-то особый марафон будет. Скорее всего, будет какое-то особое событие, где этот танк можно будет получить абсолютно бесплатно. И тут еще стоит отметить, ребята, что, опять-таки, на ВГ-фесте, ВГ проговорились, что, опять-таки, на День Танкиста в августе будет мероприятие под названием Фестиваль Танков. Что еще за Фестиваль Танков? Сложно сказать. Может быть, какой-то особый новый режим? Точно неизвестно. Но, в любом случае, в принципе, данный танчик весьма интересен, потому что он восьмого уровня, он премиумный, и это ПТ-САУ, а значит, на ней можно хорошо фармить. То есть, имеется довольно мощное вооружение с хорошим пробитием. Да, может быть, не идеальная, но все-таки броня присутствует. Также, ко всему прочему, неплохая Альфа 440 и ДПМ. Конечно, ТТХ этого танка в сети еще не до конца, так скажем, сформирована разработчиками, и поэтому обсуждать до конца их мы не будем. Второй танчик, это у нас всего лишь Т-116. Почему всего лишь? Ну, потому что это ЛТ третьего уровня, премиумный. Ну, а что? Это тоже премтанк. И такие премтанки обычно дарятся разработчиками на всякие праздники. Там наступает какой-то праздник, например, ну, тот же День Танкиста, или 9 мая, или Новый Год. И разработчики такие вот танки дают возможность получить. Ты просто заходишь в игру, катаешь там, ну, 1-2 боя, или просто сразу призаходят в игру, тебе дают этот прям танк. Так, в общем, получить его расплюнуть, такие танки обычно не ценятся игроками. Редко, очень редко, но разработчики дают что-то годное из таких вот премтанков, танков низкоуровневых. То есть, можно реально пересчитать их по пальцам. Но, в принципе, так скажем, на халяву и уксус сладкий, так что многие и этому будут довольны. Благо, танчик шустрый, то есть, у него там максималка 65 километров, хорошая, в общем-то, динамика. И просто, вот, наверное, весело будет на нем погонять, так, в рандоме, в песочном. Хотя, конечно, стоит отметить, что понемножечку песочный рандом загибается в танках. Вот, недавно пытался поиграть в песке на низких уровнях. И оказалось, что очень сложно попасть в бой, потому что, ну, просто не хватает игроков. Скоро, наверное, у нас ботов ведут, как на европейском сервере, потому что сейчас действительно очень проблематично играть в песке. И, к тому же, еще бесит то, что низкоуровневые танки приходится, в общем-то, проходить, там, обучать экипаж. Даже за серебро или за голду, тем не менее, это очень жалко все. В общем, конечно, разработчикам нужно переделывать низкоуровневую технику. Но речь не об этом. Еще один подарочный танк, хотя бы не второго уровня, уже третьего уровня, прогресс. Советский, к тому же, танк распространенный. То есть, советские танки больше ценятся игроками. Ну, а третья машина, это у нас самоагендрон. Это у нас колесный танк второго уровня. В общем-то, он является подарочным. Этот танчик не особо примечателен в плане ТТХ, скорее всего, потому что мне очень сложно судить, потому что, опять-таки, в песке я редко играю. И кто вообще сейчас в песке 2019 году прям нагибает там и хвастается этим. Ну, наверное, такие ребята существуют. Но, в основном, данный танк просто, наверное, создан для того, чтобы поугарать в песке. Потому что хорошая у него максимальная скорость, там около 50 километров. Хороший набор скорости. Ну, такое обычное, не особо мощное вооружение. Тем не менее, колесный танк, а значит, многие игроки смогут на нем покататься, там по картам. И ощутить вот эту вот механику колес, узнать, стоит ли вообще прокачивать все это или не стоит. Хотя бы какие-то первичные впечатления получатся, потому что многие сомневаются в том, а зачем вообще тратить время на эти колеса, если можно прокачать ИС-3 какой-нибудь или другой классический танк. Но, тем не менее, колесный вот этот танчик второго уровня понравится тем, кто любит, наверное, в песке просто поугарать и особо там не напрягаясь. Далее, следующий танк называется ЧКВ-4 Креславского. Этот танчик давным-давно муссируется в информационном поле World of Tanks, но до сих пор он не вышел официально. Но на ВГ-фесте этот танчик постоянно показывали на фоне в линии фронта. Прям, ну, не знаю, 100 кадров было. Может быть, это, конечно, просто случайность, но многие все-таки считают, что нет. Также еще стоит отметить, что этот танк, ну, по сути, КВ-4, то есть, что тут можно сказать. Он основан на шасси КВ-4, только это ПТ-САУ, как бы бронированное. Ну, и, в общем-то, понятное дело, что такой танк вряд ли будут продавать. Скорее, его дадут за какой-нибудь там марафон или за какое-либо событие. Танчик не особо примечателен на данный момент, потому что ТТХ у него устарели. Какая-то посредственная Альфа-320, плохой ДПМ. Особо, в общем-то, скорости не присутствует, да и броня что-то не выглядит надежной. Тем не менее, возможно, к релизу этот танк апнут и сделают его более играбельным. Сейчас же, на данный момент, КВ-4 Криславского, ну, выглядит отстойно, если честно. Ну, и переходим к последнему танку. И это у нас неизвестный танк. Да, действительно так. И дело в том, что я это говорю не потому, что хочу вас заинтриговать непонятной информацией, а разработчики нас решили заинтриговать непонятной информацией. Они в линии фронта анонсировали главным призом в конце сезона линии фронта танк, даже не знаю, как его называть. Секретный танк, короче, какой-то девятого уровня. При этом, вероятно, он может быть даже премиумным. И этот танк, конечно, все получат бесплатно, если хватит очков доблести. Это, конечно, жестко, то есть очки доблести фармить все-таки сложновато, но накопить можно за целый-то сезон. Что из себя представляет этот танк, конечно, большой вопрос. Будет ли он премиумным, будет ли он имбовым, будет ли он уникальным, или будет какой-то такой геймплей, который мы уже сто раз видели. Сейчас на данный момент абсолютно нет никакой информации по поводу этого танка. И не верьте тем, кто гарантированно скажет вам, вот это такой-то там танк. Можно только предполагать, что это может быть какой-нибудь Т-54, там, нового образца, может быть, Т-62М модернизированный, или еще какой-то танк, там, из воображения некоторых личностей. Но я-то, в общем-то, знаю, что этот танк подарит, как и вы знаете, все это знают, в общем-то. А значит, его можно прочислять к списку тех танков, которые подарят разработчики. Ну, а на этом, в принципе, все. Спасибо огромное, что досмотрели данное видео до конца. Желаю вам всего наилучшего. До скорых встреч. Пока.